здравствуйте вы знаете очень сильно человеку который первый раз к нам приходит мешает критическое отношение к ко всему что происходит вокруг вообще изначально когда человек приходит очень часто этот человек он как оголенный нерв его очень легко задеть и вот кстати говоря от общины трезвости от клубов трезвости от ведущего очень много зависит чтобы постараться деликатно подойти к новенькому потому что иногда бывает что он только и ждет какого-то что называется его точки зрения прокола какой-то обиды какого-то слова необдуманного для того чтобы сказать ну вот я сделал все что мог я пришел я вот хотел исцелиться они не поняли вот мне тут не то сказали не так посмотрели и все это значит с вами все понятно вот поэтому это конечно и с одной стороны работа клуба самого но очень важный человеку который делает первые шаги на пути к трезвости все-таки ну как-то пытаться себе немножко к себе немножко критичнее относиться при понимать что в общем даже если что-то говорится в клубе трезвости в отношении его или в общем это не обязательно должно быть для него обидно не взять нужно воспринимать на свой личный счет и не взять нужно воспринимать вот так эмоционально вот потому что вот лукавый обязательно обязательно подначивает и все так переворачивает я сам по себе помню что я честно говоря очень здорово позиционировал отцу алексею все время себя корю за это все время был какой-то вот настрой там даже поспорить ну я его не был воцерковлен поэтому не было как-то я меня может быть менее учитывал статус и сам батюшки но дело даже не в этом просто я сам по себе в общем чего греха таять я действительно человек очень такой ершистый и самолюбивый к сожалению вот и поэтому я постоянно спорил постоянно вот оппозиционировал внутренне критиковал то что говорилось но правда единственное что меня спасало что я каждый раз себя возвращал в общину каждую неделю возвращался в общину несмотря на что бы ни происходило до этого потому что понимал что ну как бы там ни было ну а кто я такой что даже если вот на самом общине где-то что-то там критичный высказывал или думал или вот против но потом оглядывался понимала чем на что я там люди опытные там они больше меня понимают не столько прошли столько в жизни искать видели специалисты в общем очень чую ну так это действительно разумно когда приходишь во-первых в чужой монастырь своему ставу не лезь во вторых приходишь люди здесь сидят не первый год они в общем-то разбираются в вопросе вот я как своими амбициями ну кто и такой вот это очень важно понимать очень важно гасить от себя амбиции эту критику потому что повторюсь к сожалению это очень распространено едва ли едва ли не закон что очень часто люди пирас приходящие в силу своего эмоционального состояния потому что сильно не ну а не сильно сложной ситуации находятся они в определенном смысле больны вот их хорошо очень можно понять в этом смысле сильно них такой оголенный нерв вот их легко задеть обидеть вот но в то же время конечно и важным понимать или страну как-то сдерживать себя в этом стараться как-то смиряться и пытаться услышать о чем говорится пытаться впитать потому что если этого не делать ну критика все равно ведет от трезвости оппозиционность такая непримиримая да она обязательно лишит шансы на исцеление вот а вам она надо называется поэтому уж лучше как-то нет это не значит что не надо совсем ни о чем не спорить там дискутировать нет ну просто вот внутренне бороться со своим вот таким ощущением я прав я все знаю вот но это я вот про себя как у меня это было вот поэтому не идите по моему горькому пути старайтесь все таки по мере возможности вообще не трезвости в клубах трезвости больше слушать и впитывать и как-то вот не совсем уж критически относиться ко всем вот помоги в этом господи